Забастовка на Валбрисе, пункты выдачи закрываются по всей России 15 марта. Об этом пишут многие порталы. Что происходит? С вами Жан Содель, пробуем разобраться в этом видео. Владелец пункта Валбрис протестует, что теперь им нужно платить 20% штраф от стоимости товара за возврат. Вы знаете, как я понимаю, Валбрис это такая своеобразная пирамида, то есть каждый предприниматель может снять помещение, взять, не знаю, франшиза это или что, то есть какой-то договор, видимо, с ними заключается, и можно купить даже букву на самом Валбрисе, продаются. Валбрис, вот этот квадрат на входную дверь и так далее. Ну, вообще, как говорится, если любишь кататься с горочкой, люби саночкой, носить обратно, и появляются трудности, вот, собственно, если товар неликвидно возвращается обратно, то продавец должен оплатить 20% от его стоимости. А вот если в посылке, оказывается, не тот предмет, то заводчики должны заплатить всю сумму от позиций. Кажется вообще, что некоторые, собственно, владельцы пунктов, которые получили товар, сами пытаются привести его в чувство, в какой-то надлежащий вид, да. На портале, в частности, старых хитро Анастасия из Волгограда сказала, что она сама работает в пункте выдачи, и она вынуждена сама зашивать, заклеивать рваные ботинки и так далее, потому что, собственно, это штрафуют на 20%. Списания начались 9 марта, причем, как отмечают владельцы, штрафуют даже товары прошлого года. Он у него баланс лично у кабинета ушел в минус, вывести деньги из прибыльных пунктов за это нельзя. Вот такая вот проблема, но, естественно, у любой забастовки есть свои требования. Вот, в частности, на портале live.ru, как видим, вот мужчина стоит, и он выдвигает требования. Среди условий подтверждения повреждений сразу же при приеме. Фиксация на видео. Вместе с тем, в документе указаны такие пункты, как снижение штрафов за видеонаблюдение отсутствия пакетов, минимум в 10 раз введение гибкого графика расчетного времени приема товара в зависимости от их объема, а еще усиление контроля за перевозками заказов и снабжение фургонов камерами. Кроме этого, владельцы пунктов выдачи в WildBerry требуют убрать привязку рейтинга точки к рейтингу региона, ибо каждый пункт несет ответственность за качество обслуживания, также ввести контроль за логистический товар на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент их приема. Что ж, такая вот ситуация, действительно, тут есть несколько вариантов. Могут нормализовать этих людей, которые с чем-то не согласны. Ну, не хочешь работать, не устраивают такие условия, так сказать, хозяин-барин, он придумал это. Ну, нет-нет, уходи, да. А с другой стороны, если эти несогласны в большинстве своем люди, да, то здесь руководителю придется принимать какие-то, может, и другие меры. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Что касается Вайлдберриса, вы знаете, от себя скажу, что раньше я сам заказывал товары больше на Азоне, ну, все знали, Алиэкспресс, но потом я понял, что на Вайлдберрисе выгоднее. Вот как раз-таки, знаете, буквально эту прошлую неделю я начал что-то заказывать на Вайлдберрисе. А Азон меня, к примеру, разочаровал. С одной стороны, там что-то хорошее, а с другой, ну, такое себе. То есть на Вайлдберрисе можно купить товар, оплатив его именно в пункте выдачи. То есть, что-то не понравилось, говорят, нет, не буду платить. А в Азоне, однозначно, вот у нас в Беларуси нужно заранее оплатить, и потом только ты уже его получаешь. То есть так тебе его даже не пошлют, если ты не оплатишь. И вот был у меня случай, я полностью оплатил за шоколадки. Была акция, примерно где-то 20 рублей. На наши это очень дешево. Килограмм массов, да? Это, ну, как же так перевести в доллары? Ну, может быть, 6 долларов, там, или сколько, 6-7 долларов, да? И просто пропали эти шоколадки. Так вот, Азон вместо того, чтобы заново выслать мне килограмм шоколадок, они отменили этот заказ и прислали мне сову. Сову, мол, там, простите нас. Так вот, я точно знаю, что есть у меня знакомые, они тоже говорят, что им Азон постоянно присылал эту сову. Вот, естественно, быть может, на смену, поэтому пришел Вайлдберрис. Вайлдберрис, но, как ни печально, видите, когда что-то хорошее, однозначно начинаются забастовки, и действительно есть какие-то нюансы, какие-то проблемы. У нас в Беларуси, я точно помню, не так давно тоже с Вайлдберрисом были проблемы. Министерство антимонопольного регулирования и торговли заинтересовалось. Вроде были суды, даже оштрафовали Вайлдберрис. В частности, за то, что при возврате доброкачественного товара просили деньги, да? То есть, быть может, эти владельцы пункта выдачи как раз не хотели за свои возвращать. И таким образом хотели заказчика взять эти деньги, да? Но есть закон, где прописано, что ты можешь, допустим, в 14-дневный срок вернуть качественный даже товар, да? То есть, он хорошего качества, но не подошелся к этой грешке. А мне не нравится. Что ж, будем посмотреть, как и что будет происходить. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу забастовки Вайлдберрис. Опять-таки, покупали ли там что-нибудь. Как относитесь к этому порталу? Пишите комментарий, подпишитесь на канал, дальше будет что вместе обсудить. С вами Жан Содель. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok